Всем привет, ребят, с вами снова Райль, я очень рад приветствовать вас на своём канале, и в этот прекрасный, замечательный день, надеюсь, у вас всё проходит отлично, и у вас замечательное и прекрасное настроение, такое же, как и у меня, и я надеюсь, что этим видеороликом я вам подниму настроение, если у вас оно не очень. В общем, погнали, сегодня мы с вами возвращаемся в графунистую GTA 5, да, недавно я снимал видео о графике в этой игре, как её можно установить, ссылка на это видео будет у вас справа сверху в подсказках, обязательно посмотрите, вы не пожалеете, всё очень просто. Дружище, если тебе нравится атмосферное прохождение годных игр, то добро пожаловать на канал Арти Плей, у Арти красивый голос, хорошая подача и много роликов по разным играм, каждый день на канале выходит по два видео, так что я думаю, каждый найдёт для себя то, что ему нравится. В общем, на канале не хватает только тебя, так что заходи и подписывайся, ссылка в описании. О-о-о, попал, ха-ха-ха, попал. Я всё-таки решился снимать видосы с этой графикой, вот, потому что, в принципе, ничего не меняется и я ничего не теряю, ну, в плане того, что FPS у меня не падает и, в принципе, компьютер себя стабильно ведёт. Меняется только, ребят, картиночка у меня и ничего у меня не падает, всё красиво, 60 FPS, всё замечательно на очень высоких настройках, я это всё в прошлом видео показывал, но могу прямо сейчас это всё показать. Вот у нас это всё, вся красота, ребят. И самое интересное, то, что я могу играть с этой графикой, с различными модами, с различными скриптами и всё в этом духе. Да, в отличие от GTA San Andreas, где ты можешь установить мод на графику, а остальные модификации, там, по типу всяких спайдерменов, которые я снимал, могут вылетать, там, конфликтовать. Там всякие разные моды на полицию, в общем, всё-всё-всё на свете, может конфликтовать и просто-напросто вылетать. Здесь, ребят, всё, разработчики посмотрели в GTA 5 спустя 9 лет, как они выпустили GTA San Andreas. Всё, ребят, здесь красиво и стабильно. Вот, и также сюда я, ребят, установил мод на полицию. Я недавно снимал видео про то, как мы с вами играли за полицейского в этой игре, довольно прикольно, ребят, получилось. Тоже, ребят, рекомендую вам посмотреть, ссылка у вас будет в подсказочках, вот справа сверху. Вот, я там пытался вот внедриться, внедриться, если можно так выразиться, в полицейского в США. Да, конечно, немножко не получалось, потому что я не знаю правила дорожного движения и вообще правила, которые есть в США. Потому что я живу, ребят, в России, и правила мне тебе, мне те, соответственно, не знакомы. Снова вы меня исправляли в комментариях, и я знаю то, что в США можно на красный свет поворачивать. И у меня это было немножечко в диковинку, на самом деле. И я, в принципе, это всё теперь узнал. Как говорится, на ошибках учится. И, как вы знаете, ребят, в моде на полиции мы можем спокойно, да, там, кого-то арестовывать, если он решает какие-то права, да. В прошлой части, точнее, в прошлом видео про полицейского вы это всё видели, когда мы можем взять и связать наручниками преступника. Вот, и мне пришла такая, ребят, идея в голову. А что будет, если мы арестуем главных героев? Серьёзно, вот возьмём и арестуем Тревора, там, Майкла, да, на данный момент, так как мы сейчас играем за Франкла, но Франкла самого себя не арестует. Вот, попробуем сейчас это сделать. Конечно, возможно, я так предполагаю, что геймплей не поменяется, то есть, игра, мне кажется, не сломается, потому что нам не напишет то, что Тревор арестован, и вы не можете играть больше за Тревора. Я такого не думаю, я такого не считаю, но сегодня, ребят, попробуем это всё сделать, на самом деле, очень интересно. Давайте на примере попробуем арестовать кого-нибудь, вы посмотрите, как это всё делает. Вот, смотрите, подходим, нажимаем Е. ЛСПД, ФРИЗ! Всё, мы теперь сейчас его арестовываем наручниками и садимся теперь его в машинку. Не знаю, ничего у него, ребят, не нарушил, просто для примера я сейчас вам показываю то, как это всё происходит. Ребят, классное вообще отражение, просто замечательное. Вот, с этой графикой, вот, хочется прям играть в ГТА-5, серьёзно, вот, совсем иная ГТА-шка. И, кстати, ребят, давайте попробуем также на вызов принять, потому что в прошлой части я сделал ошибочку, я не принимал вызовы. Вызовы приходили, но я их не принимал, потому что не знал, как делать, и мне писали то, что на Y нужно принимать. Вызов тоже интересная штука, сейчас мы, конечно, не можем его догнать, потому что нож очень быстро несётся, данный парень. Попробуем колёса пробить. Врезаться в него вот так вот, давайте, давай, давай, да ты куда ты едешь-то, а? Давай. Конечно, вообще он, мне кажется, по скрипту едет. Стоять! Он удрал, он удрал, ребят, ребят, он очень быстро едет, и я просто не могу его догнать. Не знаю, не знаю, это просто практически невозможно, как будто по скрипту я его сейчас уторанил немножко влево, да, и он не съезжал со своей траекторией. Ну да ладно, ребят, давайте отправимся сейчас в тюрьму и посадим вот этого молодого человека. Для примера посмотрим эту всю функцию. Так, уже подъезжаем, уже утро, сколько я ехал до этого места, ребят. Так, становимся, и появляется у нас полный человек, и сейчас арестовывает данного нарушителя и везёт к себе в камеру. Да, всё с ним красиво, всё, и теперь, ребят, давайте попробуем теперь поехать к дому Майкла. Да, где-то он находится, знаете, где-то вот здесь, вот если я не ошибаюсь. Давайте туда сейчас поедем и попробуем данного человечка арестовать, не знаю, по какой статье, ну, за ограбление как минимум, которое произошло недавно. Он ограбил ювелирный магазин со своими ребятами, которые мы сегодня тоже попробуем поймать. Конечно, жалко на самом деле Майкла арестовывать, в принципе, нормальный парень, но для примера мы всё-таки это сделаем, ребят. Для попробуем сегодня сделать, что произойдёт, если мы его на самом деле, ребят, просто возьмём и арестуем вот за, за вот этого полицейского. Так, а куда мы сейчас поворачивали? Вроде на следующем перекрёстке. Включаем сиренку. Так, вроде здесь, да, вроде здесь у нас Майкл. Майкл де Санта, вы арестованы за ограбление ювелирного магазина. Он не открывает нам дверь, нам нужно сейчас перелезать. Зайдём к нему сразу в дверь, так, возьмём дубинку, пускай у нас будет висеть. Типа, типа, ааа, двери закрыты, хорошо, я понял. Но я знаю, ребят, с некоторых миссий GTA V, что можно залезть на балкончик, вон туда там открыто у нас. Да, так, что-то я не знаю, как сюда пробраться на самом деле. И в прошлый раз тут стояла тачка вообще в миссии в GTA V, но здесь её не стоит, и поэтому, мне кажется, по РП туда забраться просто невозможно будет. Так как мы ворота открыть не можем, и сами не можем открыть, придётся нам, ребят, немножко щитерить и забраться с помощью ноу-клипа вот на вот эту крышу. Вот, и оказывается, тут у нас, тут у нас тоже окно закрыто. Попробуем снова ПРП, типа, мы его выбили ногой, да, вот так вот выбиваем и появляемся в этом месте. Да, и, кстати, ребят, я забыл, заговорился. В общем, приветик мне сегодня получают вот эти вот классные ребята. А именно Сергей Гайдуков, приветик Тебадим Анфалов и большой привет тебе, Эмиль Файзуев. Спасибо вам, друзья, огромное. Я вам очень благодарен за то, что вы меня смотрите. Вы самые лучшие. Спасибо вам огромное за то, что вы есть. В общем, ребят, вырываемся в этот дом. Полиция ЛСПД. Ну, никого здесь я пока что не вижу. Нам нужно сейчас обыскать все, все, все комнатки. Найти этого Майкла или Аманду или кого-то ещё. Мы же тут полиции врываемся к этому грабителю, который вот и Майкл. А вот и Майкл, ребят, стоит. Вот и Майкл. Отлично, мы тебя, братишка, нашли. Всё, мы тебя теперь вяжем за все твои преступления. Вау, он ещё говорит что-то? Ну, конечно, ты скажешь своё оправдание, Майкл. Ну, ты знаешь, что у тебя есть право молчать. Хорошо, мы тебя сразу сейчас вяжем. И арестовываем. Всё, красиво, Майкл. Прекрасно. Арестовываем. И посмотрим, что сейчас на самом деле произойдёт. Ну, давай, Майкл. А, открыть мы не можем. Ну, давай, открывай свои ворота. Поехали. Теперь осталось вот эти ворота открыть. Надеюсь, у тебя есть ключи. И всё, всё. Теперь Майкла ведём в участках, в участок. И сажаем за решёточку, за все его ограбления, за все его преступления. Да, конечно, ребят, немножко странно, немножко странно. Да, на самом деле, я когда заходил в игру, это всё, ребят, произошло как? Я заходил в игру, и Майкл у меня стоял в доме, да? Я переключился за Франклина, и переоделся полицейским, и вернулся сюда. Он здесь стоял, да. В общем, никаких подмен. В общем, вот так вот это всё происходит. Давайте попробуем сейчас его отвезти за решётку, и посмотрим, что произойдёт. Надеюсь, нам не напишут, что вы не можете продолжить игру, и игра окончена. Типа, всё, Майкл, Майкл арестован, вы больше за него играть не можете. Я думаю, такого не произойдёт, но я думаю, что это интересно должно на самом деле произойти. Ведь всё-таки мы арестовываем Майкла, и сажаем его за решётку. В буквальном смысле, он, ребят, вот он, Майкл. Я никак не могу сейчас переключиться, нажимаю на левую альт, и нет вот этого кружка. То есть, мы нашли Майкла, за которого и мы играем. Сажаем? Давай, братишка, пока-пока. Так, и всё, всё, Майкл теперь у нас за решёткой, и давайте попробуем теперь переключиться за этого Майкла. Нам нужно сейчас, на самом деле, закончить работу этого полицейского, да, службу свою, и за Франклина уже переключиться на Майкла, потому что сейчас мы не можем это сделать. Хорошо, давайте сейчас попробуем, посмотрим, что на самом деле произойдёт. Всё, заканчиваем свою службу. Всё, у нас выходной. До свидания. И переключаемся на Майкла. Он на полицейской машине. Вот это прикол. Вот так вот работает, ребят, GTA 5. Как, как это произошло, вот вообще внутри игры, я понять не могу. Это Rockstar, это GTA 5. Мы посадили Майкла на машине, переключились на Майкла, и он оказался у нас в полицейской машине. За рулём причём, за рулём. То есть, получается, наверное, знаете, как скрипт сработал? Игра подумала то, что мы, или не мы, а Майкл сидит в машине, вот, машина исчезает вместе с Майклом, эта машина потом к нам как-то копируется, мы в ней сидим, машина куда-то исчезает далеко-далеко вместе с Майклом, завершаем работу, переключаемся на Майкла, и вот это происходит. То есть, Майкл у нас становится полицейским, можно так сказать. Интересный момент, на самом деле, интересно, то есть, мы не окаживаемся за решёткой, но это, я думаю, это было очевидно, то, что никак мы не сможем оказываться за решёткой, но фактом то, что такой интересный момент произошёл, имеет место быть. И давайте, наверное, знаете, попробуем, что сделать? Давайте попробуем, наверное, сделать то же самое с Тревором. Да, с Тревором попробуем сделать, можем также и с Франклином сделать, я думаю, с Франклином произойдёт то же самое, но давайте попробуем и с Тревором. А хотя, знаете, давайте не будем трогать Тревора, этого бедного, давайте сделаем так, Франклин нас посадил, а теперь мы посадим Франклина. Так, вроде бы Франклин сейчас находился около вот этого полицейского участка, давайте сейчас туда сразу переместимся, посмотрим, есть ли он там или нет, должен, по крайней мере, быть. Да, а вот и Франклин, ребят, а вот и Франклин, давайте сейчас начнём работу и сразу же на месте его арестуем и посадим на решётку. Интересный момент, интересный, вон Франклин куда-то уходит, но мы сейчас его догоним, нет, братишка, далеко ты не уйдёшь. Всё, вот такого полицейского мы делаем, берём вот эту машинку, любую, в принципе, можно взять, я думаю, вообще без разницы, главное колёса, колёса есть. Так, и Франклин, Франклин, а вот недалеко он ушёл, всё, Франклин, мистер Франклин, мы вас арестовываем за сотрудничество там или за покрывательство, как это называется, я вот не знаю. Всё, Франклин, давай, да вы арестованы, сэр, у вас есть право хранить молчание, как говорят американские полицейские, мы сейчас в Америке находимся. Всё, Франклин, надеюсь, с тобой всё будет хорошо. Такс, всё, заканчиваем работу, всё на месте сделали. Заезжаем прямо вот на машине к дверям полицейского участка, заканчиваем работу, и сейчас, я думаю, я думаю, наверное, произойдёт то же самое. В принципе, по логике вещи должно так и произойти. Так, вот он Майкл с той же одеждой. Так, ну и сейчас мы переключаемся за Франклина. Что? Это как? Это как? А как он в полицейской машине сейчас сидит? Вы тоже это видели? Вы тоже видите? Я вот только что сейчас посадил Франклина. Ну-ка. Вот это приколюха. Вот это штука. Вот это да. Я вот не понимаю, что происходит с Майклом или Франклином или другим персонажем, если мы его посадим в тюрьму. Вот вообще, куда он перемещается? Я вот не понимаю, мы сейчас можем между ними спокойно переключаться? Это очень интересный момент на самом деле. Как это происходит, я не знаю. Я не знаю. Давайте сделаем, наверное, погодку посветлее. Ничего себе, он умчал. Вот это прикол. Вот это прикол. Вот так вот можно, ребята, играться с этими персонажами. Вот такой, ребята, интересный экспериментик произошел. Что же на самом деле произойдет? А вот произойдет то, что машина куда-то исчезнет, полицейская, вроде как. А потом, когда мы закончим работу, этот персонаж, которого мы арестовали, окажется за рулем этой полицейской машины. То есть, получается, он за решетку не садится. Он куда-то регенерируется, что ли. Непонятно, что с ним происходит. Так, а вытолкнуть мы его не можем. Я на интервью, слышите, не могу вытолкнуть. На машину. Воу. Ничего себе, он побежал куда-то. Хорошо. Переключаемся. Да, а ударить мы его, к сожалению, не можем. Ну, вот такие вот интересные, забавные дела у нас сегодня происходят, ребят. Хо-хо-хо-хо. Вроде бы только что приглашал меня на выпивку, а сейчас гонит куда-то. Ну, непонятно, непонятно, дружище. Не знаю. Супер. Такие интересные у нас дела получаются. Да, я надеюсь, вы поняли. Вы сами все прекрасно видели. Как это все происходило. Я просто переключился. Он появился в полицейской машине. Дезагу переключился, он опять появился в полицейской машине. Загадочно, на самом деле, загадочно. Да, Рокстар, конечно, этого не продумывали, и поэтому скрипт как-то себя по-другому повел. Надеюсь, вы увидели это все, и надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайк, если вам понравилось. Подписывайтесь, если оказались здесь впервые, чтобы ничего не пропускать на моем канале. Рассказывайте также об этом видео своим друзьям, чтобы они тоже знали, что действительно, что же действительно произойдет, если мы арестуем двух или же даже трех главных героев. Я думаю, с Тревором произойдет все то же самое, что и с Франклином и Майклом. Так что, в принципе, проверять я не буду. Но посмотреть на это тоже было интересно. Также, ребят, ставьте большущую палец, или за вот эту вот классную графику, которую я установил и использовал в этом видео. Вы можете ее установить по подсказке справа сверху. Кликайте на вот этот восклицательный знак и перейдите по этому видео и установите. На самом деле, все очень просто. Ну, будем на этом заканчивать. С вами был, друзья, как все. Райли, желаю вам всем удачи. А с вами, ребят, такими же классными. Никогда не болейте. Берегите обязательно себе свои близки. Хорошего вам всем настроения. И увидимся в новых видео. Пока. Продолжение следует...